ребятки всем привет ребятки время 12 часов дня температура в тени 41 41 градус ребятки всем хорошего дня отличного настроения солнышко вам в душе ребятки отличных эмоций вам позитива на весь день ребят всем привет я буду стирать свои полотенца кухонные они у меня уже смотрите какие испачканные я тут готовила пекла варила и сам цвет у полотенца уже такой не первый свежести вы знаете ребятки я очень сильно люблю заказывать всякие гели кондиционеры значит заказала в этот раз в ауклин на вал берез ребятки значит на 5 литров здесь хватает 167 стирок ребятки 167 стирок от рождения можно пользоваться экологически чистый продукт ребятки значит можно стирать и в машинке и ручной стиркой можно стирать белые черные цветные вещи для любой жесткости воды вот эти и стирать можно от 30 до 90 градусов сейчас ребятки мы это проверим вау клин значит здесь помогай сань открывай пломба ребятки давай это уже там дыдыш делай никакая это не залипуха а что за цвет розовый ну ка дайте понюху редки а запах как будто шампунька сань понюхай да как будто шампунька запах обалденный сейчас проверим ребятки сейчас ребятки проверим в aynı оклин оя какой запах ребятки приятный послушайте густой я вам правда говорю впервые в жизни я чувствую такой запах очень приятный очень цветочный ребятки густой вы видите густой обалденный запах обалденный вот правда говорю впервые вижу посмотрите он какой густой ребятки я впервые вижу чувствую слышу такой запах запах вот прям цветочный потому что здесь и кондиционер и отбеливатель и гель для стирки тут сразу все идет гель концентрат но запах вы знаете прекрасно я очень люблю покупать всякие кондиционеры запах просто и видно по густоте смотрите ребятки он густой 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 ребятки мы сейчас будем проверять обалденный запах я еще такого запаха правда еще очень так прям приятный приятный правда а это гель от другого производителя видно да по густоте ребятки разница разница видна здесь и здесь как мёд ребятки как мёд начинаем стирать смотрите ребятки способ применения все зависит от загрузки стиральной машине значит от 20 миллилитров до 70 я залила все это в мерный стаканчик и пойдем с вами вместе стирать но запах просто вы знаете какой-то парфюмерной я еще такого в жизни не слышала запаха потому что вот-вот он ни на какие гели не похож а мы вы знаете много их покупали много стирали запах просто видите он какой густой красивый ребятки просто очень вкусно пахнет очень закидываем полотенчики заливаем гель я заливаю ребятки сразу в барабан вот так очень густой очень посмотрите какой густой вот просто смотрите сколько его сейчас еще его сколько остается он как вода не выливается посмотрите 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 какой густой видите на пальцы сколько густой сейчас я водички сюда еще залью ребятки то что он очень густой очень не прям жалко этот стакан и туда в барабан то что очень густой и туда вот так все включая смотрите как пенится ой какой запах ребятки все постиралась сейчас посмотрим что получилось выходим на улицу ребятки я вам покажу при свете ну и так видно вот это вообще было желтоватого цвета вот зеленая тоже была желтоватого цвета посмотрите отстиралась на 5 с плюсом ребятки на 5 с плюсом и знаете запах остается вот этот парфюмированный как будто я не знаю знаете хочется самой искупаться в этом геле шикарно вот я развесила свои полотенце посмотрите какие они чистые они наисвежайшие ребятки они чистые вот это полотенце она у нас уже 100 летняя последняя полотенца тоже 100 летний даже видите вон здесь все этот расходится расходится но такое очень-очень ребятки нам понравился очень эффективный результат видите который там формула такая которую вы вымывать все эти грязные пятна и очень экологичный можно деткам сразу же рождения стирать пеленочки вот очень гипоаллергены ребятки и вот видите пятилитровая канистра насколько много хватает вот и самое главное значит что ребятки вот он отбеливает реально отбеливает и у него остается вот этот запах запах я не могу вам передать словами запах как будто вы знаете вот дорогой шампунь вот не шампунь это вау клин ребятки концентрат вот нам очень нравится ребятки всем советуем ссылка будет в закрепленном комментарии под видео в описании где можно будет заказать на вал берез вау клин вы видите ребятки вы видите вы видите все чистое мы довольны рекомендуем вау клин супер ребятки всем привет вчера скинула видео пластину ставить кто что вот и очень много посоветовали youtube каналов спасибо огромное я их все обязательно пересмотрю один канал уже взяла для себя написали мне что любопроверь почки я себе делала вот постоянно постоянно господи я себе делала узи брюшной полости ребятки почки у меня слава богу они у меня работают вот просто то место где вот болит а ну да она находится возле почки когда начинаются прострелы когда начинается прострелы ребятки это просто кирдык-пердык там как будто током по почкам бьют ну вот и все будет хорошо ребятки все будет хорошо я надеюсь сейчас я не могу позволить себе такое дорогое удовольствие не в плане финансово а в плане времени уделить себе внимание на это у меня есть на то большие причины я вам объясню потом в скором времени вот ну дай бог в сентябре хотя еще впереди целый август я смогу этим заняться это не опрессура сейчас мы поедем с они возьмем этот тренажер кстати очень многие написали комментарии либо помоги подскажи что чего опять же таки я его увидела я его увидела в ютюбе у нескольких людей я сразу же себе его заказала на вб вот я на себе его испытаю а потом я скажу это надо или нет а то сейчас все побегут и будут покупать этот тренажер там всего палка такая палка с углом которую надо вот находить эти триггерные точки и вот прям вдавливать вот прямо эти триггерные точки прям массировать массировать когда мне сами вот так делают руками боль адская просто а потом вы знаете как будто это более разрушается такое облегчение идет это спазм мышц это больные мышцы которые в крепятся возле позвоночника понимаете позвоночник держит мышцы вот и их нужно не забивать ни в коем случае не делать там такую зарядку которые будут наоборот мышцы ваши до спазмировать я опять же таки повторюсь это болезнь часто у спортсменов ребятки даже у пловцов советует пойти в бассейн здесь надо заниматься именно вот этими мышцами эти надо мышцы во-первых размягчить чтобы они не были жесткими я с вами разговариваю то вот эти я нахожу эти триггерные точки кстати говорили любо и репликатор кузнецова он делает поверхностно больно колючим но триггерные точки они находятся это иначе палец вот так надо фалангу надо вот так вот в кожу вот через жир вот туда и вот этим вот эти триггерные точки их надо вот так вот прям таких на самом деле мануальщиков очень мало которые именно знают как работать с триггерными точками но я для себя нашла опять же таки повторюсь пока я не готова по у меня нет этого дорогого времени чтобы я могла себе уделить у нас поважнее дела есть ребятки поверьте опять же таки сентябре все будет ясно и понятно все и расскажу сейчас не время кто тут подхрапывает марчушка а сейчас я вам скажу еще господи боже мой марчушка храпит вы знаете такая жара стояла у нас даже под навесом отклеился градусник упал разбился и короче гердик-пердик саня пошел с этим два градусника термометра ребятки а там на улице ветер такой и срывался дождик зашла в чат и наши краснодарский чат там говорят район фестивальный вообще залило град с фасоли ну дождь во всю а у нас пошел ветер и пасмурно ребятки невыносимо жарко ужасно жарко вот невыносимо жарко ребятки о это смацони прошло ровно две недели все отличненько вот она все супер ничего не стухло плесени нет как вы видите вкусненький натуральный продукт ребятки последняя баночку сейчас надо молока купить еще сделать мишенька ты устал мальчик лежит на окошке на окошке лежит жирочка моя лежит жирные свои лапки скинул жарко тебе да жарко моему жирочки жарко жирочку мою моему мою мишуточка давай вставай верочка хочет лечь вставай жира миша свои жирочки моешь а жирочки свои моешь давай вставай он может еще цапнуть знаете как вот так лапы дать недавно прохожу он лежит на пороге я грумишь сдвинься ногой возвинул он мне как лапы даст по ноге такой вот этот жирко давай давай вставай 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 мальчик жирный полотенце ребятки я не одна такая в комментариях прошу раз только написали люба мы все такие же мы мы тоже так же смотрите как пахла это пасмурно но здесь уже тут нету вы здесь они все тучки вон там они все и ветер смотрите какой прохладно стало да 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 прям хорошочки стала хорошо привет мой золотушечка мальчик мой любимый ром чё с колесом и чё ну давайте делайте роман давайте градусник сейчас ребятки с вами повесить еще делать я не могу нагнуться для меня все я у меня позвоночник всегда вот так ровно я теперь балерина ребятки или вот так или вот так я поворачиваюсь нагнуться или вот так позовут люба а вот этого у меня нет у меня простреляет так по самой не хочу люба а вот так поворачивать видите вот здесь уже подчищается здесь живите все он она вот эта толстянка лезет он она жирненькая вон она видите круглые листики говорят ее едят не знаю как ее едят короче ребятки был соловей все больше соловей не прилетали он боится вот этой писюлинки и не басик не лезьте соловей не прилетает и яиц там нет и птенцов там нету там короче весь мусор убрать чертовы бабушки эту писюлину и и не смешить народ они такие голубые а по видео какие-то светло-сиреневые светло-сиреневые гортензия варится сварилась короче говоря сварилась мне в комментариях что ты здесь поставила поставь это зачем сюда или подон поставь все же вымывается ребятки временно пока так и любого зачем так шланга наливается всей дури там же все вымывается да это у меня не подумала я потихонечку лью шланга еще так что вот шишки смотрите как они шишки вон они так что ребятки вот так вот сейчас градусник сделаю здесь мы здесь умыли не так сейчас тряпку вам и здесь все намывали чистили так видите что осталось от старого грохнулся потому что жара тут было 43 градуса господи вот не вот это как жвачка смотрите ребят как жвачка сейчас сейчас я это все чем это убрать то господи она же потом будет это место все грязное такие вещи не люблю саня потом на выбор сгоняем на выбор потом сгоняемся я уже притащил от этот притащил они одинаково показывать сколько стоит 35 рублей гепку ползал главное чтоб правильно показывал сами одинаково проверил открывал надо вот это чем-то вот это липкой убрать потому что а потом будет грязь потом будет кирдык полный видите ребятки еще как хорошо легко ноготулечек нету вот это а то чуть что раз зарастает раз обрастает и вообще сейчас говорят моде естественность натуральные аккуратненькие чистенькие ноготулечки чтоб все было почищено чтоб был сделан маникюр были убраны все эти кутикулы и прозрачным лаком все ну короче вот так сейчас ребятки я сейчас это вот так сайт подожди клеить тебе лишь бы саня приклеить подожди саня за 4 заглаживаешь саня это надо все почистить чем это очистить я не знаю но прям жвачка прям это же бублигу таким маслом саня ага может маслом помазки съесть на завтрак эту раму раму мама мыло милом нылом мило мыло не любила а ребятки эти вот этот скороговорка мама мыло милом мылом мыло мя 270? блон мила мыла не любила fulle милом милом мыла мыла мыло не любила а еще вот это? Клара украла кораллы, а Карл украл кларнет? Карл у кого украл, Сань? Клара у Карла украла кораллы, а Карл украл... ПО, блин! А Карл украл... Карл у Клары украл кларнет. КО, 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 ПО! Вот КО! Заново! Клара у Карла украла кораллы, а Карл у Клары украл кларнет. Язык сломаешь, да? А для чего эти короговорки нужны, а? Для диктора первого канала телевидения? Чё, серьёзно? Я раньше, помнишь, Коля ходила на этот... Куда я там ходила? На хор. И мы вот там вот это... Вот это быстрое... Раз дрова, два дрова, три дрова. Это надо постоянно повторять. Без остановки. Давайте, ребятки, начинаем! Раз дрова, два дрова, три дрова. 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 Давай, Саня! Дрова, давай! Докопалась. Ну давай, Сань! Ну давай, как можешь! Раз дрова, два дрова, три дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова. Давай, Сань! Раз, два, раз. Какие двора? Сань, давай, три-четыре, давай. Саня, написали в комментариях. Саня, это ужасно. Почему вы к нам, к зрителям, выходите голые, с птичками? Потому что жарко. Оденьтесь, когда делаете съемку. Я же не буду специально ходить и одеваться, тогда буду снимать. Не будешь одеваться? Смотри, уже холодно, прохладно. Саня, давай, раз-дрова, два-дрова, три-дрова. Давай, Сань. А почему тогда людям замечания на пляже не делать? Ну ты же не на пляже. Ну, я у бассейна. Видите, ребятки, на ходу что-то сочиняет, а он сочиняет. Давай, раз-дрова, два-дрова, три-дрова, раз-дрова, два-дрова, три-дрова, раз-дрова, два-дрова, три-дрова. Давай. Не, у меня язык. Ну давай, как можешь, давай. Раз-дрова. Ну громче давай, как где-то дохлый. Давай, громче, давай. Раз-дрова. Ну не так, раз-дрова, два-дрова. Сань, не наступи, здесь ежевиков на полу лежит. Не, у меня не получается. О, смотрите, она сгорела Сань, ты видел, она сгорела? Она вся сварилась Она вся сварилась Тут под 50 с лишним было Вот она, она была еще зеленая Она уже вся сгорела, ребятки Последний раз градус никогда висела Сколько? 46 показала 46 было в последний раз Это Black Magic Черная магия Она сладкая-сладкая, но у нее колючки, ребятки Не советую Но она ремонтантная Она будет до морозов самых Ой, до морозов Ну, солнце вообще кирли-кирли Давай, раз, дрова, два, дрова, три, два Громче, давай, три, четыре Сань, ну давай Сань, ты же знаешь, я когда напрягаюсь У меня начинает позвоночник стрелять Давай, не выводи меня Давай, Сань Сань, ну давай громче Честно, что ты на нервы всем зрителям давишь Давай, раз, два, три У меня дрова не получается Давай, как можешь Ну не надо, надо стараться Сань, что ты как в обмороке Саньте, какое небо Обожаю Обожаю, давай Раз, дрова, два, дрова, три дрова Давай, без остановки Давай, три, четыре, Сань Раз, дрова, два, два, три, два Ну давай, еще, давай Нагоняй, нагоняй, нагоняй Не получается, нагоняй Сань, ты же пойдешь диктором на телевидение Давай, Сань Дрова получается А ты исправляй. Дрова, 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 давай, раз, дрова, два, дрова, три дрова, давай, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, короче, ребят, видите, когда человек не хочет, он не идет, Сань, докажи, что ты меня любишь, раз, дрова, два, дрова, три дрова, раз, два, дрова, три дрова, давай, без остановки, постарайся, вот будут говорить, вот сейчас меня возьмут, да, вот так украдут, меня скажут, мы тебе ее отдадим, только в том случае, если ты нам скороговорку долго будешь говорить, раз, дрова, два, дрова, три д А чё? И ты чё скажешь, забирайте, что ли? Да. Сань, ты вообще... Дрова. Сань, тебе не стыдно вот так на весь YouTube говорить, что забирайте её? Я не выучу сковороговорку, Сань. Они сами привезут тебя. Сань, ты чё так... Как Маша и Медведь. Сань, ты... Волки украли Машу. Пожалей. А если не привезут, Сань? Как ты будешь без меня жить спокойно, припевач? Ты же без меня денешься. Час не сможешь прожить, Сань. А? Тебе не стыдно, Сань? Ты раньше... Я даже переживать не буду. Через час тебя точно привезут. Саня, смотри, чё делать, наглый какой. Сань. Ой, 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 птичка пролетела. Ой, ой, а кто это? Ой! У меня же нельзя резко, я боюсь, у меня прямо это в сторону у меня. Хорошо. Ой, ласточки, да, там ласточки летают? Саня, тебе сейчас совесть не мучает, вот тебе... А-а-а! Кто это летает? Она, знаешь, как в калибре. Ага. Сань, у тебя совесть сейчас не мучает вот так, такие вещи на весь мир говорить? Сейчас нет, потому что я знаю, что это шутка. За правду ты чё? Чё, выучишь? Сразу выучишь, ребятки? Может, сделать такую это, что украли, Сань? Записку напишут, да. А? Сань, почему ты так ко мне относишься несерьёзно? Почему ты так вот не воспринимаешь меня всерьёз? Я тебе такие вещи... Ну, про дрова я сразу скажу, что это шутка. Почему ты так относишься, вот, легкомысленно, а? Не легкомысленно, я просто дурные мысли в голову такие не беру. Ты считаешь, что это дурные мысли были сейчас? А? Ты считаешь, что это дурные мысли? Ну, да. А сколько людей бывает, посещают, потом учат? А тут раз дрова, два дрова, тебе только всего лишь выучить. И тебе отдадут твою принцессу, Сань. Всем нужна только скороговорка. Какую ерунду ты несёшь, Сань? Вот полную ерунду. Вот именно. Ты вообще... А я бы сразу выучила и побежала бы тебя спасать. И не разбиралась бы, правда или неправда. А ты вот, оказывается, какой жестокий. Вот так, ребятки, тихо, мамути. Ой, розочки, бутоны набрали. Бутончики. Бутончики. Ладно. Молодец. Огурец. Ладно, сюда. Баклажан. Ребятки, сейчас. Видите, вон я. Мои компоты. Вот они все стоят. И Лёше банку дала. И смотрите, что есть. Это Лёша принёс. Он сам закручивал. Сам. Абрикосовое варенье. Сам Лёша закрутил и принёс. Угостил. Спасибо большое, Лёша. Говорит, в баночке, говорит, только протри. Говорит, Лёша, говорит, да это же фигня. Всё, конечно, протру. Сам закрутил. Сам, ребятки. Видите, какой. Молодец. Абрикосовое варенье. У меня, сейчас я вам скажу, в классе девятом, моя одноклассница, Олечка Гладышева, научила печь торт. А вот, ну, четыре буквы. Первое, Н. Ладно, не буду это говорить, потому что я не знаю, как это вас примет. Вот, Ютуб в пене, понимаете, не, гр, в пене. И вот там, в этот рецепт добавляется банка, вот такую даже, можно банку полилитрового варенья. Обалденный, сочный, мягкий. Такой вкусный тортик на скорую руку. Вот банка, я ещё помню, делала, Олечка мне говорила, надо банку варенья. Вот, хорошо получается с абрикосовым, получается тесто, в нём банка вот этого варенья, и в тесте там вот эти абрикосы. Просто, сочнейший, вкусный. Так, теперь как мне встать? Выпрямляю позвоночник, ребятки, видите, вот она, как я встаю, вот так выправляю подвозвоночник. Потом опираюсь об колено. И вот так я, ребятки, встаю. Вот так. Этот, чё там, грязный фильтр? Да? Ацетон. Попробую ацетоном вот это вот всё убрать. Оно липкое, ребятки. А то прям, смотрите. Видите, сейчас ватку забыла взять, ацетон по кругу. Ай, ты хвост мой! Хвост мой маленький! Папе, а чё с локтём? А там был прыщик, я ему вот так вот иголочкой чуть-чуть сделала. Какая иголочка? Маму зови, мама же у нас хирург. Мама любит все прыщи ковырять и всякое такое. Нет, просто он был на локте, я вот так ложила. Какие прыщи на локте, дочечка? А ты чё? Я люблю прыщи давить, ребятки. Я даже видео смотрю, где всякие вот эти прыщи, мрыщи давят. Я вот так вот этот локоть ставлю на что-нибудь, и он у меня болеть начинает. Ну-ка покажи. А там что за ватка? Ну-ка покажи, открой. Господи, я боже мой. Я это перекисью сделала. Ну просто перекисью можно ещё. Ой, смотрите, ребятки, что. Море, ребятки. Ой, нас спрашивают на море поедет. Ой, ребятки, нам вообще не до моря. Вообще. Вообще, какое море, ребятки. Никакое море. Ой, зловещий петух проснулся. Солнца же нету. Зловещий петух. А знаете, когда в городе находимся, приезжая сюда, этот зловещий петух, знаете, какой родной сразу. Ой, сейчас, ребятки. Смотрите, отходит, отходит, ребятки. Видите, вот на ваших глазах. Ну, правда, видите, я же... О, что это такое здесь? Я же люблю, чтобы всё аж разливалось ручьём. Сейчас оно всё отойдёт. Сейчас, вот так всё. Вот так всё. Отходит, а работает, ребятки. А то, что тут масло, представляете, тут будет масло масляное. Вот так. Всё. Не грамму. И вот это сейчас. Сейчас что-то скажу вам. Вы знаете, нам комментарии приходят до сих пор, что Люба... Оно! Фу! На бандита лает через забор. К нам приходят комментарии. Хотела лицо протереть от стону. Кстати, пойду дальше. Видите, вот эти пятна. В октябре... Короче, осень, когда солнце упадёт, уйдёт. И всё, наверное, скорее всего, ноябрь. Потому что у нас октябрь очень тёплый. Значит, по поводу дома, да, вот приходит комментарий. Люба, жалко всё, да. Было такое состояние, когда мы даже сюда ехали. Когда собирались на каникулы, даже в голове такого не было, чтобы продавать. Я вам говорю искренне, я говорю честно. Но кое-какая ситуация у нас всё повернуло. Всё наоборот. Всё наше мышление и все наши дальнейшие планы. И мы, да, ребятки, мы будем продавать дом. Наши станут, я уже говорила, мне легче станет немного. Мы подключим риэлторов. Сами мы этим заниматься не будем. И выставим дом на продажу. Сейчас его нигде нет. Ни в Авито, нигде ничего. Его нет. Единственное, сказали, вот Абдулле, если там у него кто, родственники, знакомые, если что, вдруг, чтобы имел в виду. Вот, а так всё. И мы будем брать, ребятки, поближе к Краснодару что-нибудь, дачу. Потому что на частный дом мы не осилим, мы не потянем, потому что это очень дорого. И мы будем брать дачу. Дачу, ну, максимум участок до пяти соток. Вот. Да, чтобы можно было летом выезжать, отдыхать. Вот. Ну, вот как-то так. Я потом уже, опять же-таки, вам, ребятки, в сентябре всё объясню и расскажу, почему мы так решили. И говорят, что за необдуманные поступки. Вы покупаете голубику, вы покупаете растения. Для чего-то вы всё равно будете продавать. Ну, когда мы покупали голубику, мы ещё об этом у нас, мы об этом ещё даже, у нас даже в голове этого не было, у нас не было этих планов. Цветы, вы знаете, я бы с удовольствием и сейчас ещё купила цветы, посадите, чтобы радовало глаз. Это не настолько затратно, но мне нравится, когда красиво, когда всё цветёт. Потому что здесь практически всё уже отцвело, всё эти ирисы, мирисы, шмирисы, лилии. И хотелось бы, чтобы всё так цвело и красиво всё. Глаз радовало. А голубику то, что... Голубику мою... Я пока ничего не буду говорить, потому что я сама не знаю ещё, как к чему, ребятки. Вот. Ну, вот так вот бывает в жизни, ребятки. Бывает всякое, по-всякому. Но мы не унываем, ребятки, раз-дрова, два-дрова, три-дрова. Когда начинаю гнать, надо раз-дрова, два-дрова, три-дрова. Жизнь такая штука, да, вот. Ну, можно пофилософствовать, можно там поорать, покричать, но... Как я говорю, вот. Не всё так легко и просто, как казалось бы. Я не имею в виду насчёт своей спины. Спина – это всё ерунда. Но я её поставлю, ребятки. Моя цель – сделать... Поставить на ноги мою спину. Вот. И поделиться с вами. Я это сделаю. Вы прекрасно знаете, ребятки. Какой я упертый человек. Вот. Всё, пошла я в верхушку тоже. Хорошо помог. Видите, комары задолбали. Просто. Смотрите, ребятки. Ацетоном? Чёрт-те-чёрт. Так, и сюда. Ацетон. Я себе ацетон купила. Думала, ногти буду лаком красить. Какие сейчас ногти? Какой лак, ребятки? Вообще не на это. Хотя, вы знаете, ребятки, я думала, вот сейчас уже всё. Все эти ногти делают, да? Гель-лак ходит. Там. Ставят себе эти ногти, да? Там наращивают, что там они делают. Ну, вот я делала гель-лак. Нет, однако же лаки продаются, ребятки. Ну, вот вы знаете, лаки, посуду помыла, всё, лак весь смылся. Я считаю, что вот так вот, если сидишь дома, и, да, там, например, домохозяйка, если ты намазюкал лаком, у тебя после посуды всё это смылось. Ну, какой смысл? О, арбузы, ребятки, вывозят. Слышите? А, арбузы, продаю арбузы. У нас ещё этот, один соренто остался, ещё один мы в Победе покупали за 29 рублей. Кстати, ребятки, в Победе я же вам показала гороховый суп. Покупайте там и не этот. И получится хороший разваренный супец. И цена его вообще 30 рублей. Всё, ребятки, смотрите, на ваших глазах получилось волшебство. Видите, вот это где-то. Фу! Вот, всё. Так, ребятки, здесь такой же градусник. Вот это отклею сейчас вот здесь всё. И приклею туда. Блин, неправильно. Надо было его на эту сторону сделать. Он же у меня на этой стороне был, а теперь у меня на этой. Ну и шо теперь? А его не переделаешь. Там липучки эти. Ну ладно, пусть так висит. Пока он показал неправильно, потому что он дома был. Ну, сейчас температура на место встанет. Пойдём домой, ребятки. Ещё какие там, какой град, ливень, фестивальный микрорайон, юбилейный в Краснодаре. Град, ливень во всё. А у нас что-то здесь покрапало и прошло мимо. Зато, смотрите, такой прохлада такая сейчас идёт и ветерочек. Ну вот прошёл мимо. Гремел, огром гремел, ребятки. Саня вот эту малину просто заливает. Всю заливает. Видите, мой сладкий ребёнок. Всю заливает. Видите, какая она. Смотрите. Кто спрашивал, смотрю комментарии, читаю по старым видео, спрашивали девочки, что Люба за малина. Это Амира. Смотрите, какая она урожайная, сладкая. Вся цветёт. Вот, видите, верхушечки все, всё, всё в ягодках. Но оно будет запекаться, ребятки. Ой, не наступило, вообще не раздавило. Видите, оно печётся, смотрите. То есть тут должны быть свежие завязи. А, смотрите, вонючка, ещё они сохнут, видите, с вонючкой. Вот здесь, видите, от того, что сильно печёт, ягода будет уродом. Ягода будет уродом. Вот, Амира. Очень хорошие. В Фарсарте здесь близняшки. Близняшки. Двух яйцевые. Или как они, кто они, не близняшки, а как они, близнецы. Видите, она, вот оно, прям на ходу, оно просто ещё уже, видите, вот сохнет. Сохнет, сохнет, сохнет. Что он там лает? Ну, что будет, то будет, ребятки. Что будет, то будет. Пойду маме ягодку дам. Ой, пока я встану, блин, тут уже все уедут. Ой, господи. Что там? Хорош лаять, собака. Злая собака. Злой Арчи. Арчи, хватит. А, ребятки, сетки-то поменяли. Смотрите, новые стоят. Что там летает? Арчи, фу. Арчи. Арчи, фу. Арбузы, арбузы, слышали, ребятки? Собака. Хорош лаять. Хорош лаять. Хорош лаять.